Конкурс проводится в двух направлениях. Первое направление это по фасаду ЗАГСа, то есть на фасад ЗАГСа было подано 8 проектов и 3 проекта было подано в направлении продолжения аллеи любви рядом с ЗАГСом. Неделю назад было первое заседание жюри, где был проведен отбор поданных работ на конкурс и было определено три работы на финишную. Прямую вышли три работы по фасаду ЗАГСа и одна работа по аллеи любви. Если смотреть как трем последним финалистам, то два приоритетных проекта. Это Алина Пиццук проект и проект нашего любимого архитектора Петровского. Алина проект, конечно, это проект, ну можно сказать, бюджетный, то есть она действительно не в полном таком масштабном объеме меняет сегодняшний вид ЗАГСа, добавляет какие-то новые элементы, использует новые технологии, новые материалы, чем в принципе устраивает жюри. Ну и вот второй проект, это проект, который масштабный, проект интересный, проект, который позволяет немножко так вот композицию города не менять, это связывает и с дворцом культуры горняков, и с новым фасадом, если, и проект, который имеет продолжение. Это самое главное, да, что на этом проекте можно не остановиться, как вы видели в макете, это выход на производящую территорию, да, которая к ЗАГСу подходит, то есть он имеет продолжение, это вот радует. Согласно положению о конкурсе, то есть на Аллее любви, на проект, который будет реализован, заложен 185 тысяч рублей, вот, по ЗАГСу речь идет только о премировании победителя данного направления, и затем уже по Аугайский ГОК, то есть решает уже вопросы в дальнейшем о реализации этого проекта. Продолжение следует...